В рамках реализации проучения главы государства город СМИ посетила министр здравоохранения Ажар-Гиньят. В ходе визита она встретилась с населением Абайской области и ответила на актуальные вопросы представителей СМИ. Подробнее в нашем материале. В СМИ с рабочим визитом прибыла министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар-Гиньят. Сначала министр встретилась с представителями общественности библиотеки имени Абая. Там обсуждалось качество медицинских услуг и строительство новых медицинских объектов. Также было отмечено, что в будущем в стране будет построено 665 объектов здравоохранения и проведена модернизация 32 межрайонных больниц. Министр здравоохранения Республики Казахстан проинформировала собравшихся о проводимой работе в рамках послания главы государства. Согласно поручению главы государства, министерство реализует национальный проект здравоохранения, который является качественным и доступным для каждого гражданина. Национальный проект состоит из четырех направлений. Первое направление связано с повышением доступности и качества медицинской помощи. Второе направление предназначено для формирования современной системы эпидемиологического прогнозирования и внимания. Третье направление будет способствовать развитию отечественной фармацевтической отрасли. Четвертое направление должно увеличивать долю населения, ведущего здоровый образ жизни и развивать массовый спорт. В настоящее время в области функционируют 294 медицинских учреждения. Здания 69% из них изношены, а в 40 селах нет медучреждений. Сел, где нет врачей, тоже достаточно. По словам министра, в ближайшие два года в 65 селах области Абай будут построены новые медицинские объекты. В ходе встречи Ажаргиньят ответила на вопросы жителей. В нашем селе проживает 658 человек. Есть 101 ученик. Есть 28 человек с инвалидностью. У нас есть проблема медпункта. В селе работает только один фельдшер. Все жители села стоят в очереди в доме фельдшера. В 21 веке вы только подумайте. У некоторых есть по 3-4 ребенка. Молодые семьи есть. Днем, ночью не спят, работают. Нужно, чтобы вы рассмотрели проблему медпункта. Пока что мы дадим вам проект. А потом на 65 объектов по области сами выдадим средства. Теперь я говорю заместителю Акима вашего села. Здесь нужно построить медпункт. Ведь сельчанам неудобно каждый раз ездить в город. Нужно сделать это с помощью инвесторов. Далее министр здравоохранения приняла участие в брифинге в региональной службе коммуникации и ответила на вопросы представителей СМИ. Журналисты задали вопросы о том, какие специалисты будут работать в пунктах, которые будут строиться в сельской местности. И какая работа будет проводиться по повышению квалификации врачей. Сейчас у нас по республике есть 91 медицинский колледж. Например, в вашем селе может работать любой сотрудник со средним медицинским образованием. В каждой области 2-3 медицинских колледжа. Я хочу сказать Акиматам, что вместе мы смотрим не только на проект, но и на квалификацию медицинских кадров. Если есть выпускники, которые обучаются в тех же селах, но при каких-либо обстоятельствах не пошли в высшие учебные заведения, хорошо учатся, становятся медработниками, то их можно готовить для работы в селах. В завершении встречи министр здравоохранения сообщила, что в следующем году будет повышена заработная плата медработников. Заработная плата врачей будет повышена на 30%, средних и младших медицинских работников на 20%. Алмажана Манкельдинова при содействии телеканала Семей.